Сегодня специалисты Центра профилактики Московского научно-практического центра наркологии готовы ответить на вопросы родительской общественности об актуальной теме тестирования обучающихся на наркотики. Скажите, пожалуйста, какова сейчас современная наркоситуация у нас в стране и почему проблема наркомании является актуальной и процедура тестирования на протяжении ряда лет продолжает проводиться? Наркоситуация в настоящее время является стабильной. И мы можем с уверенностью говорить, что самые тяжелые годы, когда вовлечение в наркотизацию нашей молодежи было катастрофическим, остались далеко позади, и возврата к этому не будет. Благодаря целенаправленной системно проводимой государственной антинаркотической политике, которая направлена как на снижение спроса, так и на снижение предложений наркотиков, наши дети в настоящее время достаточно надежно защищены. Но все-таки расслабляться и не думать об этой проблеме мы не можем. Прежде всего, это связано с тем, что наркобизнес – это исключительно циничный и жестокий бизнес, который не пожалеет наших детей для получения своей прибыли. А прибыль строится исключительно на здоровье и жизни детей, тех наркопотребителей, которые будут обращаться за наркотическими средствами. И поэтому та преграда, которую мы ставим на пути наркобизнеса к нашим детям – это и те же самые мероприятия по ранней диагностики незаконного потребления, то есть незаконного оборота наркотических средств, является действенной мерой. Когда в 2013 году вступил в силу федеральный закон о тестировании обучающихся в соответствии с действующим законодательством, это послужило реальным толчком к тому, чтобы число наркозаражения среди несовершеннолетних резко снизилось. И в течение пяти лет на всех территориях Российской Федерации регистрируется значительное снижение лиц, находящихся под наблюдением по поводу наркомании. В настоящее время достаточно стабильная ситуация, но все-таки она далека от идеальной, поэтому эти мероприятия должны продолжаться. Они доказали свою эффективность, и мы считаем, что целесообразность участия в мероприятиях по ранней диагностике должна быть очевидна всем родителям, и в том числе и нашим обучающимся. Первый вопрос, который я хотела бы задать, касается нормативной базы. На основании чего строится сама процедура тестирования? В 2013 году вступил в силу 120-й федеральный закон, который внес изменения в пять федеральных законов. Таким образом, у нас мероприятия по ранней диагностике включены в федеральный закон о наркотических средствах, психотропных веществах, федеральный закон об образовании, федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, и в 120-й федеральный закон по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Это основные федеральные законодательства, которые регламентируют на территории всей Российской Федерации мероприятия по ранней диагностике. И, кроме того, есть ведомственные приказы, в соответствии с которыми осуществляются мероприятия по ранней диагностике. Первый этап социально-психологического тестирования – это приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, и профилактические медицинские осмотры, как второй этап мероприятия по ранней диагностике, рекламентируется приказом Мездрава Российской Федерации. На основании этой нормативно-правовой базы Российской Федерации выстраиваются все этапы профилактических мероприятий, которые реализуются в образовательных организациях, в том числе и города Москвы. На сегодняшний день полностью сформировано и полностью регламентирован каждый этап мероприятий по ранней диагностике, как социально-психологическое тестирование, так и профилактические медицинские осмотры. Следующий вопрос, который хотелось бы вам задать, это вопрос, который касается самой процедуры тестирования и результата ее. Если родитель получает отрицательный результат, значит ли это, что его бдительность может быть снижена? Он может доверить своему ребенку и не наблюдать за ним, не взаимодействовать с ним. Наше мнение, мы считаем, что если ребенок все-таки беспокоит родителей, его поведение является другим, каким-то отклоняющимся в глазах родителя, он имеет возможность обратиться в центр профилактики. Всегда очень радует, когда мы проходим, проводим процедуру тестирования, и у нас результаты отрицательны. Это, конечно же, квинтэссенция нашей работы, поскольку это хорошо и это правильно, и мы знаем, что детки наши здоровы. Но, к сожалению, отрицательный результат – это только часть, так сказать, айсберга. Почему? Потому что, конечно же, ребенок растет, у него есть какие-то свои друзья, интересы, он не только живет в школе. Школа – безопасное пространство, мы это знаем. Тем не менее, всегда, в любой момент может что-то произойти. Поэтому здесь ни в коем случае наша бдительность не должна быть усыплена, мы должны четко понимать, что эта работа, она продолжается. И даже сегодня отрицательный результат – это не гарантия того, что ребенок не столкнется с проблемой употребления каких-то психоактивных веществ. Скажите, пожалуйста, почему важно, чтобы родители давали согласие на тестирование? Мероприятия по ранней диагностике незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися – это профилактическая мера. Это сдерживающий фактор распространения наркомании в условиях обучения. Эти мероприятия направлены на формирование комфортной и безопасной образовательной среды, для того чтобы была полностью исключена возможность наркозаражения в условиях обучения. Поэтому столь важны эти мероприятия, и, наверное, каждый родитель заинтересован в том, чтобы, отпуская своего ребенка в образовательную организацию, школу, колледж, вуз, быть уверенным, что наркозаражение не произойдет. Поэтому столь важны эти профилактические мероприятия. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, как проходит процедура тестирования? Процедура тестирования регламентируется законодательством Российской Федерации, в соответствии с которой эти мероприятия проводятся на добровольной основе, с соблюдением полной конфиденциальности, то есть информация о результатах тестирования доступна только ребенку и родителям, в том случае, если ребенку не исполнилось 15 лет. Естественно, что эти мероприятия, так как они относятся к диагностическим мероприятиям, проводятся с условием соблюдения добровольности, конфиденциальности, как я сказала, и используя достоверные, современные, достоверные, научно обоснованные методы диагностики. Мероприятия профилактические по ранней диагностике состоят из двух этапов. Первым этапом является социально-психологическое тестирование, которое является зоной ответственности системы образования, проводятся образовательные организации. И второй этап – это профилактические медицинские осмотры. Это профилактическое медицинское вмешательство, которое осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. В профилактический медицинский осмотр, что важно, входит первым этапом информационно-просветительская беседа с ребенком, то есть в условиях индивидуальной беседы несовершеннолетнего нашего ребеночка и врача-психиатра-нарколога, обучающийся, может задать любой интересующий его вопрос, который он, может быть, и хотел бы задать, но не знал, кому и как, и получить исчерпывающий ответ. А далее, как обычный профилактический осмотр, исследуется состояние ребенка и использует дополнительный метод исследования – анализ мочи на нахождение в нем запрещенных веществ. Если на предварительном анализе, а предварительный анализ используется с мини-лабораторией на 10 наркотических средств, наиболее распространенных в молодежной среде, вдруг выявляется положительный результат, только по результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования, которые проводятся в специализированной лаборатории, можно сделать вывод о том, что данный обучающийся вовлечен в наркоманию и, соответственно, требуется безотлагательное профилактическое вмешательство по изменению деструктивных форм поведения, к которым относятся, возможно, разовые пробы наркотиков. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, следует ли родителям и обучающимся опасаться, что информация будет доступна одноклассникам, учителям школы? Спасибо большое. Вы знаете, на этот вопрос я бы хотела, чтобы ответила Юлия Евгеньевна, специалист Центра профилактики, который очень часто выходит на родительские собрания, и почти на каждом из них задаются такие вопросы. Юлия Евгеньевна, как бы Вы ответили на этот вопрос? Спасибо Вам огромное. Да, на самом деле, родители, мы все доверяем нашим детям, мы их очень любим, но, тем не менее, проскальзывают такие вопросы. А что будет, если результат будет положительный? Какова будет участь этого ребенка? Насколько будут знать одноклассники, учителя, педагоги и так далее, и тому подобное? Ну, вот Елена Геннадьевна абсолютно правильно сказала, что все это идет в сохранении врачебной тайны, и каждый наш ребенок, ученик, учащийся, индивидуально проходит беседу с доктором-наркологом, поэтому все, естественно, сокровенные моменты, они остаются между ними. Тем не менее, если у ребенка положительный результат, и ХТ это подтверждает, то все данные остаются только у нас. Никакую информацию мы не выносим. Педагоги и школы получают только процентное соотношение, положительных и отрицательных результатов. Да, ну такова отчетность. Поэтому, если мы говорим о информации, то 100% прошло, 99% отрицательно, или 100% прошли, 100% отрицательно. Будьте уверены, что никакая информация никуда не уходит. Кстати, могу заметить, что это тестирование, оно проходит уже не первый год. И если поначалу все начиналось с того, что действительно нам приходилось убеждать и говорить, то теперь, знаете, методом из уст в уста все переходит из года в год. И отношение к этому очень здорово изменилось и поменялось. Как у детей, так и у родителей. С каждым годом все большее количество родителей на эту процедуру идут, и это не вызывает никаких сомнений. Кроме того, когда мы выходим на родительское собрание, я все время говорю, да, процедура тестирования, она добровольная. Отношения могут быть разные. По разным причинам человек может от него отказаться. Но вы сегодня придете домой, и вам, естественно, ребята спросят, что говорили, что было, и так далее, и тому подобное. Поговорите с ребенком. Скажите о том, что в рамках законодательной базы, в мерах профилактики, проводится так называемое тестирование на наркотики. Посмотрите, как отнесется к этому ребенок. Если он скажет, да, это хорошо. Если он скажет, не хочу, попробуйте, задумайтесь, поговорите с ребенком, чего он боится. Потому что именно вот этот этап, он как раз-таки и может быть решающим в том моменте, когда ребенок, не дай бог, вовлекся в употребление. Ну, это вот то, что касается информации. Спасибо большое. И еще один вопрос. Часто родители спрашивают, с какого возраста начинается тестирование на ПАФ? Возраст, соответственно, с законодательством, определен 13 лет. Это тот возраст, который наиболее часто по данным мировой статистики является временем первых проб. И именно этот возраст и определен, как начало мероприятий по ранней диагностике. А дальше, в течение всех лет обучения, ежегодно эти мероприятия будут повторяться и проводиться в каждой образовательной организации. Верхнего предела возраста пока учится, пока он является студентом или школьником. И ежегодно проводятся эти мероприятия, которые, еще раз повторяю, состоят из двух этапов. Первого – социально-психологического тестирования и второго – профилактические медицинские осмотры. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот родители интересуют вопрос, каким образом происходит обмен информацией. Если у ребенка что-то выявили, каким образом происходит связь центра непосредственно с родителем обучающегося? Если профилактический осмотр на стадии предварительного химико-токсикологического исследования, которое проводится на территории образовательной организации в городе Москве, не выявлено, то на этом профилактический осмотр считается завершенным. Ребеночку говорится результат того, что у него все хорошо, и о том, что он проинформирован, он ставит подпись в журнале у врача о том, что у него результат анализа отрицательный, то есть психоактивные вещества в его биологической жидкости не выявлены. Если, как мы говорили, положительный результат на предварительном химико-токсикологическом исследовании, этот анализ отправляется в лабораторию, и, соответственно, информация поступает через 10-14 дней после тщательного исследования в химико-токсикологической лаборатории. Когда на родительском собрании вы даете согласие на участие в мероприятиях, мы вас просим написать телефон, по которому вас в дальнейшем и ребеночка, если ему исполнилось 15 лет, по этому телефону пригласят в Центр профилактики, не сообщая ни в коем случае по телефону, для чего вас пригласят. А пригласят вас для того, чтобы вы, как родитель, ответственный представитель ребенка, имея документ, подтверждающий то, что вы действительно являетесь родителем, ответственным представителем конкретного ребенка, можете получить информацию о подтверждающем химико-токсикологическом исследовании. И только предъявив документ вам, врач в личной беседе, повторяю, исключая третьих лиц категорически, исключая общение по телефону, на основании вашего документа скажет результат анализа. Другого обмена информации у нас нет и быть не может. Повторяю, что эта информация конфиденциальна, ей располагает только врач, проводивший исследования, и, соответственно, ребенок и родители. Все. Ни школа, ни в коем образом, ни какие-то другие третьи лица о результатах анализа не знают, эта информация не распространяется. Безусловно, мы, родители, беспокоимся за здоровье наших детей. Это самое ценное, что есть у нас – это наши дети. И, конечно, процедура тестирования – это здоровьесберегающая технология, которую мы, родители, должны применять по отношению к своим детям и разрешать и способствовать ее проведению. Но часто на родительских собраниях мы слышим «я доверяю своему ребенку». И именно поэтому хотелось бы задать вопрос. Доверие является ли критерием отказа от тестирования? Доверие – это основной момент. Там, где в семье есть доверительные отношения, я больше, чем уверена, это уже гарантия того, что и дети будут здоровы, и родители, конечно же, помогут этим детям вырасти. Но, опять-таки, я часто слышу, зачем мне тестировать ребенка? Я могу пойти в аптеку, купить тест и сама протестировать. Опять-таки, общаясь с педагогами, с родителями и детьми, я также от детей часто слышу, мне родители, значит, не доверяют, если они говорят, что я пойду куплю этот тест, и ты его сделаешь. Это становится обидным. А здесь, в ситуации того, что законодательная база, она сформирована, и мы можем это сделать массово и общественно, то, соответственно, и ребенку это менее травматично. То есть он идет так же, как и все со всеми вместе. Я считаю все-таки, что, да, мы любим детей, мы их доверяем, доверительные отношения – это залог здоровья. Но, когда есть возможность сделать это в школе и все вместе, это проще, удобнее и лучше, как для родителей, так и для самих детей. Многие родители не волнуются о первых пробах и относятся к ним спокойно, я бы даже сказала, лояльно. Скажите, какие последствия этих первых проб могут сказаться на ребенке? Ну, если говорить о первых пробах, то мы тут должны понимать, что это касается любого психоактивного вещества. Не обязательно ребенок может начать именно с того, чтобы употребить наркотик. Как правило, все происходит гораздо проще. Ребенок начинает с того, что он где-то попробует покурить, закурить сигаретку. Да, в таричной это может быть, естественно, употребление алкоголя. Дальше это будет смешано и выпить, и закурить. И только в конечном итоге это может привести к употреблению наркотиков. То есть я хочу сказать о том, что не бывает так, чтобы практически не бывает так, чтобы ребенок сразу начался употребление наркотиков. То есть начинается с каких-то первых и малых проб, которые в конечном итоге могут ввести в употребление. А то, что последствия, вы знаете, что если говорить о необратимых последствиях употребления наркотиков, да, конечно же, я не буду отрицать того, что наркотики – это опасно. Опасно как в физическом плане, так и в социальном и психологическом. Наступают эти последствия с первого раза, и зачастую это могут быть острые состояния, именно как раз-таки как отравление, да, психоактивными веществами. К сожалению, такие случаи они есть, они есть и в Москве, и случаи эти, они могут быть смертельными, либо они в конечном итоге могут привести к энцефалопатии, что, соответственно, приводит к инвалидности самого ребенка. Поэтому, конечно же, не надо относиться нормально к тому, что мы допускаем в себе вот эти вот первые пробы. Это плохо. И поэтому с детьми мы в первую очередь должны говорить об ответственном поведении, о том, чтобы они понимали, что это такое. И, конечно, мотивация к здоровому образу жизни. Если происходят пробы психоактивных веществ, все равно каких – алкоголь, табак – это нарушает действующее законодательство, это всегда наносит вред здоровью психическому, физическому и социальному здоровью конкретного ребенка. И в конечном итоге влияет негативным образом на криминальную обстановку в стране в целом. Поэтому это очень серьезные вопросы. И как профилактическая мера мероприятия по ранней диагностике в том числе должны и формировать правильное социальное поведение ребенка, социальную адаптацию, которая будет приемлема и эффективна в его дальнейшей социализации. Одной из основных задач, которая стоит перед профилактическим направлением работы наркологической службы, является раннее выявление потребления наркотиков среди учащихся. Тестирование. Это достаточно легкая медицинская процедура, но которая позволяет объективизировать статус человека и для дальнейшей работы с ним. Бояться, наверное, этого не нужно. И ничто так не успокаивает семью, как вовремя сданный анализ.